Приветствую вас, друзья. Выполнить пайку полиэтиленовых деталей и сварку полимерных труб в домашних условиях с помощью специальных инструментов вполне возможно. Строительные фены с Алиэкспресс обладают достаточной мощностью, чтобы справиться с мелким ремонтом или монтажом, но при этом они продаются по привлекательной стоимости. Все ссылки на представленные модели в описании к ролику. Там можно посмотреть и стоимость, которая периодически меняется, интересующие вас характеристиками модели, которые не были озвучены. Не забудьте подписаться поставить лайк и нажать на колокольчик, так вы не пропустите новые полезные видео. При выборе инструмента важно учитывать следующие критерии. 1. Назначение. До начала поиска инструмента нужно определить объем и характер работ. Для выполнения небольшого ремонта подойдут маломощные модели до 1000 Вт. Для монтажа больше подходят фены 2000 Вт и выше. 2. Класс. Бытовые приборы простые в управлении. Они имеют легкий вес, простую регулировку. Но для большого объема работ они не подходят. Из-за перегрева могут быстро выйти из строя. Профессиональный инструмент более выносливый. Его можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Модели оборудованы надежной системой защиты. 3. Тип конструкции. Строительные фены по типу конструкции бывают прямыми и пистолетными. Первый вариант не имеет ручку. Для удержания корпуса используется его задняя часть. Прибор подходит для выполнения работ в стесненных условиях. Степень безопасности его невысокая. Пистолетный фен оснащен удобной ручкой, расположенной перпендикулярно корпусу. Такой прибор удобно использовать на открытых поверхностях. Выпускает также комбинированные термопистолеты, которые оснащены поворотной или съемной ручкой. Теперь рассмотрим хорошие модели по характеристикам и стоимости. Neuacalax KJ620BLCD. Этот фен способен выдувать горячий и холодный воздух. Производительность 250-550 литров в минуту. Температура нагрева регулируется в диапазоне от 100 до 650 градусов. Показатель мощности 2000 Вт. В комплект входит 4 насадки. С торцевой стороны корпуса, вмонтирован дисплей, на котором отражаются текущие настройки. Вес – 850 грамм. Цвета – желтый и зеленый. Biao Wang BW8822E. Корпус сделан из термостойкого пластика. Рукоятка эргономичной формы. Удобно вложиться в руку. Работает термофен от сети 220 Вольт. Нагрев регулируется в диапазоне от 50 до 600 градусов. Воздушный поток 200-550 литров в минуту. Показатель мощности 2000 Вт. Вес – 750 грамм. Из особенностей можно отметить ЖК-дисплей, автоматическое отключение и индикацию. Lefavor 750U. Выходная мощность прибора – 750 Вт. Комплектуется двумя насадками разного диаметра. Работает в двух режимах. Температура нагрева настраиваемая от 60 до 600 градусов. Холостой ход – 3300 Вт. Вес – 500 грамм. Размеры корпуса – компактные. Обеспечивает обдув горячим либо холодным воздухом. ICO Hot Airgun. Пропускная способность воздуха – 300 и 600 литров в минуту. Работает инструмент в двух режимах. Тип питания от сети. Длина кабеля – 1,5 метра. Номинальная мощность – 1800 Вт. Температурный диапазон на первой передаче – от 50 до 400 градусов. На второй – от 50 до 600 градусов. На ЖК-дисплей выводится цифра нагрева. Kylie Way 855B. Модель сочетает неплохие технические характеристики и низкую цену. Работает от сети – 220 Вольт. Способность пропускать воздух – от 60 до 600 литров в минуту. Сопло сделано из нержавеющей стали. Корпус из термостойкого полимера. Имеется подвесное кольцо, что упрощает систему хранения при отсутствии шкафа. Скорость двухрежимная. Минимальные погрешности температуры нагрева позволяют выполнять работу точно и быстро. Bosch GHG20-63. Тип этого строительного фена – приточно-вытяжной. Трехскоростная модель с широким температурным диапазоном – от 50 до 630 градусов. Пользуется нали большой популярностью. Мощность – 2000 Вт. Способность пропускать воздух – 150-500 литров в минуту. Имеется съемная термозащита. Автоматическое отключение при перегреве. Вес – 650 грамм. Мифтайгер Hot Airgun. Модель работает в двух регулируемых режимах. Диапазон рабочей температуры от 60 до 600 градусов. Тип питания – сеть. Штекерные кабели – ES. Уровень шума – 30 дБ. Подача воздушного потока настраиваться в две позиции – 350 и 500 литров в минуту. Имеется защита от перегрева. Фен можно использовать в помещении и на улице. При первом подключении может появиться неприятный запах Гарри, но быстро проходит. Термофен Yaron Top. Идеальный вариант для бытового использования. Фен напоминает женский. Корпус вытянутый, без рукоятки. Длина – 22,5 см. В руку ложится хорошо, благодаря эргономичной форме. Мощность – 300 Вт. Максимальный нагрев – до 200 градусов. Питание от сети. Модель входит в рейтинг самых продаваемых портативных термофенов. Электрический термопистолет MiF Tiger. Сетевой фен предназначен для бытового использования. В корпус вмонтирован ЖК-дисплей, на котором отражается текущая температура нагрева. Мощность – 2000 Вт. Холостой ход – 2700 оборотов в минуту. Пропускная способность воздушных масс – 300 и 500 литров в минуту. Работает устройство в двух режимах. Дисанок 858 с функцией задержки выключения. Опция «Задержка выключений» продлевает срок службы инструменту. Диапазон рабочей температуры от 60 до 600 градусов. Комплектуется фен различными насадками. С боковой стороны корпуса имеется дисплей, куда выводится температурный показатель. Рукоятка эргономичная. Внизу монтировано кольцо для подсветки прибора. Мифтайгер Еще одна модель этого бренда. Модель популярна на Али благодаря техническим параметрам. Регулировка температуры – два режима. Стабильная мощность. Нагревательный элемент немецкого производства. Двигатель сделан в Японии. Холостой заход – 1200 оборотов в минуту. Выходная мощность – 2000 ватт. Диапазон рабочих температур – 60-650 градусов. Купить инструмент можно в разной комплектации. Штекер предлагается на выбор. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Не пропустите, что самое интересное.